Дорогие друзья, от профессии переходим к тем людям, которые трудятся рядом с вами. Да, трудятся рядом с вами люди, и вам сейчас понадобится, я уверен, телефон 728-7171 или смс-ка может быть отправлено, почти дешевое, 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 на номер 5533 со слова «Маяк». Также форум radiomayak.ru распахнет свои двери для вас. И письмо. Мы сегодня будем говорить, обсуждать коллег по работе, ваших коллег по работе. И вот такое письмо получил от девушки, которая имела претензии к моим статьям в живом журнале. Говорила она, что слишком, Сергей, у вас часто мрачные статьи, и поднимают слишком какие-то серьезные темы. Давайте о чем-нибудь хорошем поговорим, о легком. Я обычно в таком случае говорю, ну предложите тему, я поговорю о легком, о хорошем. И вот такая легкая, хорошая тема прислана. Работает в нашем отделе девочка, 24 года, которая абсолютно не следит за собой. От нее постоянно пахнет потом или потными ногами, а то и просто какой-то блевотим. Вы считаете, вот так под эту музыку пахнет блевотим? Пусть такая будет музыка, чтобы у нас, как говорится, она идеально пахнет под блевотим. Надо контрапункт, чтобы хотя бы... Нет, товарищ, у кого есть под рукой интернет, зайдите на Сережину страницу, там фотография вообще жить не захочется. У нее вечно рваные колготки и грязь под ногтями. Но как человек и работник она замечательная, симпатичная, высокая, остроумная, добрая, отзывчивая, всегда протянет руку помощи. Случается и так, что наша заведующая начинает одуревать от вони. Ну, это офисные работники. И на перекуре строит козни, как от нее избавиться, подготавливая, подговаривает других сотрудников. На аттестации выставила ее перед комиссией как самого недисциплинированного сотрудника, который опаздывает на работу и безответственно относится к своим обязанностям. Девочка расстроилась. Мне не хватает смелости объяснить причину такого отношения руководства. Мы уже пробовали вешать над ней автоматический освежитель воздуха. И духи я ей подарила. Вот только не угадала. Она пользуется только той косметикой, которая не тестируется на животных. К нам приходят люди. Я реально испытываю стыд. Сидит молодая, красивая. Ну, красивая в понимании женщины. У них свои критерии оценки. Красивая девушка, а несет, как от бомжа. Как ей корректно объяснить, что нужно за собой следить. Ну, я лично написал по поводу этого письма статью о том, как реагировать на... Вернее, как объяснить отказ подмываться, друзья мои, в своевременно. Нет, это не называется подмываться. В своевременно, да-да-да. Но... Но я вам скажу так. Это, конечно, позиция. Погодите. Это позиция. Объясните нам, Сережа. Во-первых, сначала, когда мне говорят, да, например, когда мне говорят, если я, например, ну, представим себе в этой ситуации, дарю человеку духи, да, ну, к примеру. А мне говорят, так, фирму повертев в руках. Нет, это тестировано на животных. Это я таким не пользуюсь, да. Для человека, который сегодня в мире живет информационным, он знает, что... Бигит и ребенок. Ну, и сразу, когда ты видишь, что, значит, есть какие-то... В этот список в общий не попадают, да, что они какие-то элитные, вот, не тестирующие на животных, да, в глаза кроликам не капают там, чтобы проверить, как на человеке это будет, химикат, вести себя. Сразу подумаешь, о, это какой-то элитный, дорогой, наверное, парфюм, и поэтому, может быть, у человека и денег нет на него, на дезик там или на гель для душа, может, они дорогие. Не, я залез в интернет, реально посмотрел, просто вот препараты, не тестированные на животных, там огромный список, и там десятки наименований, на самом деле, очень много, конечно, безвестных, но, например, вы помните, то ли ГДРовская, это была еще в советское время, Флорена такая, Флорена, да. Я, конечно, подверг сомнению, подверг сомнению, что такая девушка, ведь, если сильная вонь от человека, да, от женщины, причем, как от женщины может пахнуть от ног, у них же практически не потеют ноги, это надо очень сильно потеть, значит, не пользуются станками, станками для... Нет, это надо не стирать носки просто. Ну, какие носки у женщины? Какие колготы? А, колготки вы еще не стираете, господи. И вот этот, знаешь, весь этот смрад, который исходит от человека, он, конечно, продиктован образом жизни, да, но таких людей надо изгонять из коллектива. А, нет, ну, ой, господи, у меня же другая позиция. Наоборот, 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 дорогие друзья, я выступаю за полную свободу держаться, за полную свободу быть самим собой в любом коллективе. Ну, да, ребят, но, значит, но после такого реверанса мы-то о другом с вами говорим. Ребята, а чем вас раздражают ваши коллеги, ваши коллективы, да? Кого бы вам хотелось изгнать из своего коллектива, но, к сожалению, трудовой, уголовный, любой административный кодекс не регламентирует вот эти ситуации. Ну, невозможно, знаете, прийти к человеку с увольнительным листом, да, и сказать, мы тебя выгоняем, потому что ты воняешь. Нет, но если это мешает профессионализму и клиентам, это, почему, не то, что возможно, можно пригласить в кабинет. Да, это нормально, кстати, мне кажется. Почему, пригласить в кабинет, если ты понимаешь, чем ты занимаешься, и что это мешает коллективу, многие, мало того, что не то, что люди там пахнут, я даже слова не хочу это говорить, вонь. Зловоние, смрад, говори смрад. Они просто даже выглядят плохо, и клиентов там отпугивают. Многие же говорят, надо вам переодеться нужно по-доброму, причем не обязательно же сразу чмырить человека, но если они несколько месяцев, девочка, ходит, все это, значит, смотрят, вешают над ней одушки какие-то, так сказать, показывают. Там перегорает батарейка. Дезодоранты, понимаешь? Как в воне. Смешно, можно же поговорить, собрать, ну, я не знаю, даже две женщины собрались, объяснили. Друзья мои, а с какими, так сказать, проявлениями вот в воне ваших коллег вы сталкиваетесь? Да, вообще, вот что вас раздражает в ваших коллегах? Пожалуйста, сообщите нам, и мы через радио будем давить на них, потому что если у вас не хватает смелости сказать этому человеку в лицо, ты смердишь, как волк. Подождите, вы же за них. Подожди, вы же за них. Сначала, если у вас не хватает смелости, то мы продолжаем смердеть, и нам это нравится. Вот так и говорите, что вы, так сказать, приходите, смердите, и нормально, и говорите, что это природа, это природа. Мы просто тактичные люди, ничего вам не говорим, сначала заходит природа, потом Сергей. Дело-то все в том, что свое-то оно не воняет, ни под каким углом. И поэтому от того, что ты думаешь, что о тебе не пахнет, ты ошибаешься. Ну и вообще, друзья мои, о правах человека в коллективе давайте поговорим. Может ли человек, ну, если он выполняет свои производственные обязанности, правильно, ну, в принципе, да пахнуть как угодно. Потому что, по большому счету, вот еще более, мне кажется, угнетает ситуация, что может быть лучше здорового запаха плода. Нет, в конце концов, мы же не в Америке, да. Нет, ну, что может быть лучше естественных, ведь у любой специалист скажет, смотри, девочка молодая, да, 24 года, значит, она в поиске суженного, да, а что лучшим является привлечением для мужчины, чем... Не-не-не, мужчины стали другие, собственно, не-не-не, это вы их перераспитали, вы метросексуалы, а настоящий мужчина, он идет на зов природы, да, она при... Ну, это вчера он наслушался, доктор. Вокруг туалета, что ли, бегает все время, зов природы-то искать? Давай, я вам скажу следующее, ребята, ну, только давай понюхаем в туалете. Да, пойдем, зов природы, понятно? Может, с театра нет? Нет, разрешите мне нюхнуть, пойдемте, я вам скажу следующее. Нет, давайте-то как собаки, встречайся и сразу туда, под юбку, понюхал, хорошо. Зов природы? В данном случае... А вот здесь зова что-то нету, что-то нету. В данном случае мужчина избавлен от необходимости куда-либо залезать, потому что все на виду, да. Да, я про что хочу сказать, что ведь бывают же ужасные, значит, виды наших коллег, которые перебарщивают, например, наоборот, с парфюмом, да. И когда в замкнутом пространстве сидит какая-нибудь жаба, намазанная, извините меня, каким-нибудь парфюмом, который в нос прямо, в нос. Без культуре. Это не без культуре, это принцип. Нет, это без культуре, потому что надо читать книгу про духи. Есть узкий круг, который ты пускаешь, потому что при приближении, ну, при этом, что там 20 сантиметров в 30. Если 3 метра, ну, это вульгарно. Давайте, Алексей, быстро послушаем. Леша, доброе утро, дорогой. Лешенька. Леша. Добрый день. 35 лет в Москве. Леша, чем тебя раздражают твои коллеги? Скажи быстро. Меня коллеги ничем не раздражают, просто я хотел сказать на эту тему. Все зависит от человека, в каком отчестве он работает. У меня есть друзья, которые работают в литейном цехе, там, понятно, никто за этим не следит, как от человека пахнет и как уходит на работу. А в литейном пахнет, да. А в офисе, когда люди сидят в чистом помещении, так сказать, в закрытом. Я понял тебя, Леша, продолжим после новостей. Дорогие товарищи, сегодня тема дня продиктована жизнью. Да, получил письмо от девушки, работает в офисе. Я так понимаю, по общей атмосфере, это госконтора, такая скучная, унылая, где нет коммерческих каких-то заданий, достижений. И там вот в коллективе... Единственное увеселение, запах. Да, в небольшом коллективе, 24-летняя, высокая и красивая, как пишет автор письма, девушка смердит. Вот, носит грязные рваные колготки, пахнет целыми днями. И как бы ей ни намекали, не вешали над ней ароматизатор воздуха, не дарили душки, она все равно не хочет мыться, да. И, в общем-то, профессионал хороший в своем деле понимает, но пренебрегает гигиеной. Может быть, по принципиальным каким-то убеждениям. Я, кстати, читал статистику, на Западе уже несколько лет назад порядка 35% женщин и 40 с лишним процентов мужчин добровольно отказываются от ежедневного душа. Вот, что я, честно говоря, понять не очень могу, не знаю. Может быть, начитались, может быть, воду экономят, может быть, начитались из истории. Людовик 14-й, тогда было, врачи говорили, что это вредно вообще мыться. Ну, смывать кожи, в принципе, с защитный слой, естественно, и до сих пор считается вредным. Но, тем не менее, мы работаем в коллективе, друзья мои, и Трудовой кодекс не позволяет уволить человека вот так вот в тупую, да, за то, что он пахнет как-то не так. За то, что он пахнет. Невозможно уволить, да. Хорошо ли он слишком пахнет, то есть перебор с парфюмом, или скверно. Невозможно подойти к человеку, мы тебя увольняем, потому что ты пахнешь. Не, но уволить, может, по-другому привлечь. Не важно. Значит, как у вас в коллективах, друзья мои, борются с теми, кто не устраивает коллектив? Правильно? Как прессовать вот этих вот мерзавцев? Наоборот, да, то есть... То есть таких хороших людей, которые любят природу. Вот, Сережа, смотри. Да, ну и отдельная тема, как вы выживаете в коллективах, когда вами недовольны, какими-то вашими принципами, друзья мои, это же принцип, а мы растим толерантное общество, совершенно трезво относящееся к нашим особенностям. Вот смотри, у тебя такая пламенная речь, а вот человек из Челябы пишет. У нас на предприятии есть тутырок, который на территории поднял телефон утерянной коллегой, отключил и положил в карман. Нашли по камерам наблюдения. Уволить нельзя, работать с ним неприятно. Вот защищают. Друзья мои, таким людям надо объявлять, конечно, ворам бойкот, ворам бойком, но если человек просто пахнет. Слушайте, а вот насчет пахнет. Как можно? Из Москвы и Московской, нет, но с другой стороны тоже это существует, но предлагают в баньку просто ее свалить по-товарищески. Вот у женщины собрались бы, не тут заодно и попариться. Слушайте, а сказать, действительно, это абсолютно... Мужчинам свалить по-товарищески. Нет, нет, ну потом, если ей понравится, она скажет, что это вредно для сердца. Нет, добра, а сказать, не вредно, прекрасно, добра, с венечком, хорошо. Мы говорили, у нас была девушка, она тоже, да, она достаточно пахнет. Назовите фамилию. Что такое, не буду я ничего называть. Она работает, что вы здесь делаете? Нет, вот. Тогда назовите. Ну подождите, интересно, послушайте, как женщина пахла. Ну давайте, ну как отучили. Ну тоже и ничего страшного, подошли и сказали, ну что, ну пахнет. Ну Вик, ну это же не слушает, это-то дама не слушает. Ну почему? Они ей говорили напрямую. Нет, они слабохарактерные. Ну они слабохарактерные. Почему нельзя человеку сказать? Она сильный человек. Ничего, мы подошли и сказали, ну слушай, ну пахнет. Она говорит, да, я знаю, но мне казалось, что вот я не пахну. Нет, ты пахнешь. Ребята, 728. Вопрос исчерпан. Да, давайте я буду проверять каждое утро тебя. 728-7171. У меня? 5533 со словом... Это я просто говорю. 728-7171, наш телефон, 5533 со словом «Маяк СМС». Ребята, кто в ваших коллективах вызывает у вас раздражение, да, чем, каким поведением, вот. Ну и как эти смелые люди противостоят вам стаду, да, бросают вам вызов? О, замечательно. Я хирург, мой ассистент постоянно шмыгает носом во время операции. Убил бы Виктор. Кстати, одноклассник Веселкина. О, Кизин, да он Веселкина тоже назальный пазл, это подзажатый, да. Виктор. Давайте Сашу. Виктор. Ага. Давайте Сашу послушаем. Александр, давайте. Виктор здесь. Саша, доброе утро, дорогой. Доброе утро. Сашенька, 36 лет в Москве. Натерпелся ты, да, на работе у себя? Ты кем работаешь? Не так, что бы. Я просто, как бы, внимательно слушал, как вы читали письмо, и вы сказали, что она не только, как бы, пахнет, но у нее и колготки рваные. Да. Так что это не только, вот, по убеждению, но она, скорее всего, просто неряха. Я думал, вы пойдете дальше и скажете, что это нищета. Ну, может быть, и так. Дальше я еще пойду, у меня сотрудница была, коллега, как бы, на работе, тоже такая взрослая девушка, она, как бы, нормально пахла, все, но она у всех на глазах давила угри у себя на работе, возле зеркала. Так что аж бренки. Хорошо, ее угри, хочу. Да, 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 аж треск стоял. Да, 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 вот это было совсем ужас просто. Да, 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 да. Не, они попадали в соседей. Помнишь, как в том фильме? Мои дети, хочу кормлю, хочу не кормлю. Так и она. Да, я вам скажу, Саша, это еще полбеды. Моя учительница по немецкому языку доставала кос из носа. И скатывала их, и швыряла, и однажды попала этой штукой в лоб девушке, которая сидела на первой парке. Серьезно, да, 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 да. Сереж, ты выдумываешь. Да, правда. Яркое воспоминание. Это ж сколько надо из носа достать, чтобы долетела долба. Да как надо катать. Она как ласточка, где сдостывается. Серьезно, и как мы скажем учителю о его праве катать козы? Он поставит в угол. Учителю нельзя сказать, невозможно, но коллегам можно сказать. Ребята, а есть ли косяки у ваших начальников? Может быть, они ведут себя как-то ярко? Слушайте, вы, кстати, написали, что вы путаете натуральный запах человека, который, несомненно, пишет, я согласен сказать, несомненно прекрасен, особенно от женщин, и запах от разложения и гниения пота и всяких там выделений. А как отделить одно от другого? Нет, ребят, дело все в том, что естественный запах буквально через два движения, через три движения превращается. Возвращается в адскую вонь. Каких движения? Какие разные движения? Как они там двигаются-то в офисах, ребят? Я понимаю, двигаются столевары, мужественные люди. Сергей, а ты когда сидишь и думаешь за компьютером, у тебя сколько энергии тратится? Я не двигаюсь. У меня только глаз моргает один. Кстати, глаз и пахнет у вас сильно. Дайте нам Свету. Светочка, доброе утро. Доброе утро. Светочка, город Губкинский. Губкинский, да. Это где у нас находится такой город? Света. На Ямале. О, Света, пожалуйста, что у вас в коллективе творится? Кто бесит? Ой, у нас я работаю такая непрестижная профессия, уборщица. Так. И под вечер начинают все друг друга бесить, потому что, сами понимаете, работа физическая. Да. И под вечер, наверное, это сказывается, что все пахнут. Так. Почти все пахнут. И, по-моему, есть дамы, которые... Смердят. Давайте Света. Запах уборки. У них чересчур бывает. Так. Вот. И я знаю, что именно во многом запах влияет на наши склоки. Вы ссоритесь друг с другом. Когда уже просто нет сил сдерживаться, и девчата начинают все... Это провоцирует, вот. Это провоцирует конфликты, да. Вы пробовали говорить друг с другом о том, что хорошо бы как-то, я не знаю, ну какой-то... Всем вместе мыться. Какой выход, я не знаю. Ну, такой помывочный день у нас. Да, да. Света, вы пробовали разговаривать, чтобы они использовали антипреспиранты, как говорят, в столицах? Ну, намекали, конечно. И на какое-то время это имеет действие. Девчонки... А девчонкам сколько лет-то? Света, а сколько лет девчонкам, что они вот не понимают, что надо девушке вообще выглядеть как-то, ну, здравопахнущие, что ли? Ну, девчата молодые, вот... Сколько? Девушка, у которой были проблемы, ей где-то 25. 25 лет и не понимает. И не понимает, я думаю, здесь тоже, опять же, психологическая проблема, потому что человек как бы своим запахом себя огораживает. Чтобы не подходили, да? Да, да, да. Это-таки чистофор. Не только не подходили, он создает для себя... Да, среду. ...запах привычный, он создает для себя эту ауру домашней. Защитный, защитный кокон, будем называть это так, да. Ну, смотри, коллега на обеде сморкается после супчика, раздражает. А вот смотрите. Я тоже не люблю, когда вот это вот вычурное сморкание... Ну, выйдем, 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 выйдем. А-а-а-а! Это шмык, шмык! Да, и такой, какие вы... Вот смотрите, Ростовская область постоянно зевают Открывают пасти И со звуком вытья Когда зевают А меня раздражало У нас был еще один чел Мы как назло вместе с ним Утром работали, делали новости На телеканале Мало того, что он ныл без конца Он утром, когда была самая зоопарка Работали, мы так же начинали Приходили там типа к половине седьмого Человек начинал с просмотра Порносайтов И вот ты сидишь, у тебя руки А он такой Это был гениальный случай Я такая, ты написал Про национальную хоккейную лигу Он такой, ого Иди посмотри И я такая подкатываюсь, думаю, он не текст хочет показать А там Снегурочка с Дедом Морозом Вопсю Я говорю, да ты что Вот это очень неправильно Запах от него идет Ты, кстати, Алексей, свою театральную банду сдавай Придумывай аргументы Давай И Ольгу послушаем Оленька, доброе утро Сейчас всех сдам Здравствуйте Оленька, 36 лет Москва, да? Оленька, что в коллективе творится, чем раздражают коллеги? Как они себя ведут? Ну, я извиняюсь, хотел бы предварить Можно два слова сказать? Конечно Оленька, конечно То есть Ну, мало того, что он не приходит вовремя на работу Хотя у нас обязательно для всех приходит вовремя на работу Он не хочет разговаривать по телефону, там, перехватывать трубки Потому что на прошлой работе он этого не делал И здесь считаю, что это делать тоже не нужно Хотя его об этом все время просит А еще сына Ферич и пьет чай Он где-то И не так, кстати, у него сейчас правильно Пускает волну Он засасывает воздух, да, в рот? Это бесит, да, когда чай в приклепку, вот так вот Так это же вкус Сейчас, пока я тебе покажу Давайте, сейчас Сережа вам покажет Давайте, да, слушайте Тихо Слушайте Класс Класс Вот он, да, пошел чаек туда Как гадость Вот вам А еще, когда зубы полощат за столом Вот так я И этот и бальзам сбрасывают в цветочный гаджок Цветок лучше Спасибо, Ольга Но вы терпимость-то развиваете все Просто вам мальчик это нравится И все понятно Мальчик нравится, Ольга? Мне не нравится Нет, не нравится А дело в том, что, знаете, Виктория молодец Что она смогла, ну, как бы открыто сказать Что, вот, извините, девушка, вы пахнут И пойдите, помойтесь А я несколько раз в шутку пыталась сказать Ну, может быть, когда-то случится чудо И у нас человек помоет голову Но человек, мне кажется, все-таки меня так и не услышал Хотя я говорил довольно об этом громко А вы знаете, если это мужчина У нас, между прочим, так мужчине и сказали Ничего страшного И что он сказал? Знаете, что надо сделать, чтобы человек помыл голову? Надо ему жвачку туда в волосы дать Слушайте, я вспомнил Вот Серега мне говорил Давай, сдавай коллег Коллег, ты самый страшный Ваши вонючки театральные Не курева Выхлоп Алкогольный Ну а что идет, Леон? Ну я не знаю, что делать Вот, например, мой товарищ, который, мой друг Он прожил там 15 лет во Франции Вот он даже, приходя в таком состоянии Чуть-чуть Под шафой? Ну не под шафой, а уже после Пост Никогда ничего Как разведчик Вот что-то знает, что-то он делает Потому что он знает, что-то начнет прикалывать Том, ко мне прекрасно относятся Сидим в одной гримерной А вот кто-то совершенно не понимает Причем намеков даже скажут Ха-ха-ха, мы вчера провели время отлично Хочешь еще дыкнуть? О, ну тебя О, ну тебя О, знаете, давайте нам Антона Погодите, это все несущественно Вот под царица полей Когда ты репетируешь серьезные произведения И говоришь о тонких материях И вдруг как на тебя дыкнуть? А ты артист в этом дело сыграть А мне нравится, когда элегантно пахнет Давайте Антона послушаем Антон, что доброе утро, дорогой? Доброе утро Антон, что 27 лет Ты тот самый, которого Ольга, да, вот Вычищала Нет, 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 нет Что у тебя не так в коллективе? У нас есть сотрудник У него есть целый комплекс У нас есть целый комплекс вещей, которые раздражают Например? Во-первых, первое, это запах Так То есть при этом человек не то, что его не смущается И не замечает Такое ощущение, что он знает об этом и специально это делает А чем он пахнет, Антон, чем? Неземной запах, не знаю Ни разу до этого такое На каком? Земной запах Да Землей пахнет Дорогие друзья, сегодня мы сделаем еще один шаг к развитию толерантности в нашем обществе Седовласые старцы, мудрецы призывают нас, будьте толерантными, терпимыми А терпимость она что? Она развивается не к каким-то гомосексуалистам, которые где-то что-то делают Она к тому, кто рядом с тобой Вот на них и тренируйтесь И счастья вам, если потный, вонючий, смердящий человек в вашем коллективе Потому что на нем вы отрабатываете толерантность Толерантность Доброе утро Оленька, я прочту сообщение от вас, а вы его прокомментируйте Да, это интересно, когда свой собственный текст Коллега Это кот, животное? Это кот или животное? Кто это? Да, да, смотрите Это маленький человек по имени Лев Это маленький Лев Маленький Лев, да Смотрите, у нашего начальника есть привычка сгрызать ручки в ноль, где бы он ни был У меня тоже есть плохая привычка, стараюсь избавиться, ковыряюсь ручками в ушах Однажды он подошел к моему столу Мои ручки ему не понравились Он не стал их сгрызать, да, Оля? Нет, я сгрыз Попробовал А он попробовал и ощутил, ощутил серу, да, серу Ну да, да, было такое Оля, а насколько глубоко в ушную раковину проникает ручка? Вообще не очень глубоко Сера сама на поверхность выходит, да? Как лава Открытое месторождение Нет, гейзер такой серный, да Оленька, скажи просто Скажи просто Не, Оля, какой смысл? Оля, а начальнику сколько лет, который ест ручки? Серу Сколько начальнику? Ну, начальнику, наверное, 35 где-то там А вот до основания съедает? Вместе с пастой? Или только колпачок? Не-не-не, и колпачок, и вот этот вот кончик, который не пишущий И все в ноль просто Скажите, пожалуйста, а сколько ему надо времени, чтобы съесть одну авторучку? Примерно Ну, быстро 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 Ну, сколько он там был, наверное, около меня, где-то минут 15 И съел, и съел, да? Оставательно И съел, но только потом почувствовал запах Олиной серы Ну, вот смотри Прекрасно, Оль, прекрасно Какие свинухи, свинухи вокруг Подождите, вы же знали Да, это мы Это хорошие свинухи Молодцы Слушайте, вот еще, пожалуйста У нас учитель пукал, стоя у доски Потом стучал мелом, будто мел царапал доску И от этого такой звук Боже, какой Какие вы упыри Ну, а что такое-то? Молодец, учитель А зачем тогда вуалировать? Да потому что каперсы в Краснодаре начали сеять только в этом году Не, ну запах-то все равно, Сережа, есть Звук-то, может, он и... А как мелок-то, подождите Ну, давайте, попробуйте Нет, не надо Да-да-да, блин, не надо, не тренируйтесь, Алексей Сергеевич Ну что ж, товарищи, дорогие Значит, вы банду сдали, вы сдали Вы, товарищ инвалид, кого вы, кто вас раздражал в коллективе? Это сменщик попукивает в кабине экскаватора Напинал ему по заднице, но не помогает Ну, как человеку сказать, что этого нельзя делать? Только раскочегарил, я понимаю Какое-то предатель интеллектуальности в нашей беседе Нет, ну только рок-концерт после рок-концерта, конечно, да, ароматы Но там невозможно, рок-музыканты же напрягаются всегда Особенно барабанщик, вы же понимаете, что он мокрый от слез Не от слез, к сожалению, да, это профессиональные вещи Но в быту ничего вас не раздражает Особенно, нет, ну бывают некоторые, да, отдельные личности Друзья мои, напомню, оттолкнулись мы сегодня от письма девушки, которая описывает сосуществование в рабочем коллективе, где в достаточно небольшом помещении офиса, государственного офиса работает смрадная девка Ну что же, давайте Эдуарда послушаем, давайте Эдуарда, да, Эдуард, доброе утро Доброе утро Друг любезный, 33 года, а ты уже нетерпимый, да? Ну нет, нормально Вот к чему ты нетерпим? Скажи, кто у вас в коллективе есть такие? Я расскажу Работаю строителем, строили олимпийские объекты в Сочи И вот сменщик мой, мы с ним жили в гостинице в одном номере и работали на одном объекте Я в день, он в ночь, к примеру, так Вот, приходят, он, заходят в кабинет, и он такой весь благоухающий, такой приятный человек В номер, в номере мы не виделись, только на объекте Работать А там туалет, и он туда сходил, погадил гад, и все за собой оставил Ну смыл, мать протер ершиком И так, это мерзко, и он сразу передо мной встает и сон отбивает Это такая гадливая гадость Да, Эдвард, я понимаю, а сколько вы жили так вместе времени? Только вы сейчас без подробностей, ладно? Я через три дня ему сказал, говорю, Илья, наши жены остались дома, и я тебе не жена С твоей каки давай сам смывай ершиком Молодец какой! Три дня держался, да, спасибо К нам подселили механика, это просто животный фрик Он влупил с рабочими поганую сочинскую синьку Приползал и просто, не вменяя его с уставанием, валялся весь какой-то заблеванный Ну это с этим животным разговаривать полезно было И я попросил отселить меня к людям Сочинская синька Я понимаю, у вас много наблюдений И Володя из Москвы, давайте Володя, доброе утро, дорогой Володенька Володенька, 30 лет Какие гады работают в твоем коллективе? С кем бороться? Ну, ребят, у нас три человека всего Я и еще двое И сидим в одной маленькой комнате Начинается все с утра Когда здороваешься Один из этих товарищей Ну так пренебрюзительно здоровается Знаете, когда мужики здороваются Либо рукой, а либо пальчики дают Так девушки обычно делают Да-да-да, очень похоже Ну, целый день происходит такой момент Что у нас все плохо Все-все-все-все нудят У нас иногда задерживают зарплату И вот самый последний момент был Не привезли там порядка 50 тысяч рублей На троихся не делятся Вот Но я чуть пораньше ухожу с работы И не застал, когда привезли Ну, оказалось, что поделили Не совсем поровну У меня почему-то 30 не хватило Вот Очень интересный момент Понятно, Володя Понятно, Володя, держись Володя, а ты ему знаешь, что сделаешь? Он тебе пальчики просовывает Он ему крепко нажимает Захрустило все А если еще хорошо, если кольцо у него на руке Там вообще можно давить до последнего Будет знать, как руку качать в следующий раз Сергей, а вас-то что, раздражает? Нет? Нет, я нахожусь в коконе В своем, да, как бы вот В своем запахе он находится В чистокровном коконе Ему ничего не мешает Мне хорошо с вами, ребята Человек природа, да